Оперативка в этот раз в правительстве была во вторник, все это сместилось из-за праздников, но отмечу, что в этот раз оперативка была, на мой взгляд, просто сенсационной по многим причинам, потому что и кадровые перестановки, и совершенно сумасшедшие заявления господина Забелина. Но давайте обо всем по порядку. Вступительное слово Хабирова на этой оперативке было чрезвычайно длинным и содержательным. Он повторил информацию о том, что министром транспорта и дорожного строительства назначен Булышев Александр Владимирович, тот самый битум ойл, ну, уже мы это знаем из эфира предыдущего, и вообще на прошлой неделе об этом стало известно. Однако после этого уже известного факта Хабиров сообщил нам нечто совершенно сенсационное, а именно то, что фактически министром жилищно-коммунального хозяйства становится Алан Марзаев. Но тут, как говорится, я вообще потерял дар речи. Причем Хабиров так сложно все это обустроил, что Беляев все еще не перестал быть министром, несмотря на то, что он находится в своем загадочном заключении. Мы так и не знаем, как там дальше складывается его судьба. Вообще-то у него 11 июня должен был быть срок прекращения санкций в отношении него домашнего ареста. Видимо, он так и остается под домашним арестом. И вот господин Марзаев получает статус первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, и на него возлагаются обязанности министра. Так сформулировал это Хабиров. Но тут, как говорится, сложно вообще комментировать вот это все, потому что недолго, в общем-то, просидел без дела, провалившись треском дорожное хозяйство господин Марзаев. Теперь он опять попадает на чрезвычайно ресурсную должность, а министерство ЖКХ, пожалуй, что распоряжается чуть меньшими деньгами, чем министерство транспорта и дорожного хозяйства. Плюс к этому еще гигантские платежи жильцов за коммунальные услуги и прочее, прочее. Все вот это вот замечательное, сладкое, наваристое дело попадает теперь в лапы господин Марзаева. Я поражаюсь кадровой живучести Алана Викторовича. Я поражаюсь тому, насколько Хабиров беззаветно верит Марзаеву и доверяет ему ключевые позиции. И я поражаюсь тому, насколько Хабиров недальновиден и не понимает того, что в ближайшее время нас ожидает коллапс жилищно-коммунального хозяйства, нас ожидают всевозможные скандалы, проблемы и прочее, прочее. И все это будет, на мой взгляд, связано с приходом на эту должность господина Марзаева. Потому что жилищно-коммунальное хозяйство, это кроме того, что очень денежная сфера, это и очень проблемная сфера. Кто сказал Хабирову о том, что налоговик из Осетии может быть министром транспорта, министром ЖКХ, может быть он у нас будет министром культуры, здравоохранения, образования. Ну, Алан Викторович же, ну, хороший человек, большой друг, клевый мужик. Ну, кто он еще там, Хабирову, кем он еще приходится, я уж боюсь предположить. Но, тем не менее, это просто возмутительное кадровое решение, которое принял Хабиров. И вот теперь мы, ну, мы теперь вот будем с этим жить, да. Ну, удивительная схема, которая была выбрана, то, что вот ритуально сохранилась должность Забеляевым, мы все еще о нем не забываем, он там сидит за стенках кровавого режима у себя дома, на диване, весь в браслете на ноге, а вот Алан Викторович тем временем подхватит знамя ЖКХ, выпавшее знамя из рук этого самого Беляева. Ну, в общем, ужас какой-то, ну, правда. Далее Хабиров перешел к вопросам недропользования и заявил о том, что комиссия, межведомственная комиссия по недропользованию уже начала успешно работать, и вот, значит, все работает, и теперь еще и ассоциация недропользователей сформирована. Надо понимать, что Хабиров нащупал тот механизм контроля за денежными потоками, который, собственно, и был основной целью его правления. Значит, вот смотрите, типовое решение. Ассоциация застройщиков, городсовет, ассоциация недропользователей, комиссия недропользователей. Основным главным смыслом вот этих всех надстроек на многочисленными министерствами и ведомствами, которые, собственно, занимаются и строительством, и недропользованием, и охраной окружающей среды, и так далее, и так далее, основным смыслом является получение доступа и контроля к денежным потокам. Ассоциация застройщиков, отдайте 10% от оборота, значит, ассоциации. Ассоциация недропользователей, видимо, тоже будет устроена примерно так же. Она будет просто собирать дань, вот эту десятину в виде 10% оборота недропользователей. Что еще нас ждет впереди? Какие ассоциации? Ассоциации автомобилистов Республики Башкортостан, значит, видимо, людей, которым хочется и дальше ездить по дорогам на своих автомобилях, их вежливо, но настойчиво пригласят в некую ассоциацию, куда нужно будет вносить 10% своего дохода за то, что они будут ездить по дорогам. Возможно, появится ассоциация граждан Республики Башкортостан. Это просто за то, что вы живете на этой территории, вы вступите в эту ассоциацию, вам дадут пластиковую карточку, и вы будете перечислять там, например, 10% своего дохода в пользу этой ассоциации. За это вам разрешат дальше жить на территории Башкортостана. Я не знаю, до какой стадии вот этого безумства дойдет фантазия господина Хабирова, но вот эта система нащупана и реализуется. Всех объединяем по интересам в ассоциации и собираем по 10%. Чудесно. Церковная десятина раньше это называлось. Завершая вступительное слово, Хабиров заговорил о ковиде. Он издалека начал о том, что в России идет серьезный всплеск заболеваемости, уже свыше 13 тысяч человек в день. В Москве объявлены некие дополнительные санитарные нормы. В Петербурге они будут объявлены там с 17 числа, в Москве уже объявлены, в общем, и так далее, и так далее. Но Хабиров строго сказал, что ситуация тревожная, но нас она практически не касается. Ведь у нас на носу фолклориада, вы понимаете, да? То есть мы за скобками эпидемии, нас не касаются инфекции, вирусы, бактерии и прочее. У нас фолклориада, понимаете, да? То есть 3 июля будет старт фолклориады, и как бы не развивалась ковидная ситуация в республике Башкортостан, я полагаю, что Хабиров будет настаивать на том, что у нас все замечательно и в Багдаде все спокойно. Кстати говоря, Хабиров понимает, ну, внутренне понимает, он человек информированный, понимает о том, что вот это фолклориады – это нашествие людей из самых разных регионов, и, как он выразился, цитирую, «в том числе приедут люди из эпидемиологически неблагополучных регионов». У меня сразу вопрос. Радий Фаридович, вы намеренно соглашаетесь на интервенцию в Башкирию людей из эпидемиологически неблагополучных регионов, подвергая риску населения республики Башкортостан. При этом, значит, во главе и главной задачей вообще во главе всего будет стоять проведение вот этого вот шабаша под названием фолклориада. То есть Хабиров фактически признает то, что да, мы приглашаем людей из эпидемиологически неблагоприятных стран, регионов, районов и территорий, но при этом мы все равно проведем фолклориаду, все равно, значит, мы этих людей здесь примем. Мы, кстати, еще им 60 миллионов заплатим за билеты, еще мы там 3 миллиона заплатим за парад вот этих вот эпидемиологически неблагоприятных граждан, которых нам сюда понавезут. Мы за наши деньги будем подвергаться риску. Вот так примерно выглядит ситуация и позиция Хабирова. Кроме всего прочего, пожалуй, что у нас нет шансов не соприкоснуться с огромным количеством людей, приезжающих из других регионов и, вероятно, возможно, скорее всего, переносящих некие штаммы вируса. Это в июле у нас чемпионат мира в WorldSkills, в августе у нас чемпионат мира по греко-римской борьбе. Ну, понятно, мы же не можем обойтись без греко-римской борьбы только потому, что Ради Фаридович когда-то ею там занимался. Понимаете, да? То есть Москва, Питер, крупные города, рост по всей России, а в Багдаде все спокойно, чудесно. Ну, в общем, я не понимаю вот эту деструктивную, на мой взгляд, позицию руководства Республики Башкортостан. Я не понимаю готовность обрекать сограждан, ну, если не на заболевание, то на риск заболевания. Я вот этого не понимаю. Это безответственный подход со стороны власти. Это очевидное подвергание риску своих граждан, которое исходит непосредственно от самой власти. У нас есть санкции в отношении тех, кто, например, нарушает санитарно-эпидемиологические нормы. В любое время, кстати говоря, грязная посуда в столовых и ресторанах тоже подвергается неким санкциям. А уж тем более в этот ковидный период, когда люди не соблюдают нормы и установки государства. А само государство может вот такие вещи вытворять. Вот надо об этом задуматься. В последние месяцы и чаще всего господин Забелин делает скучный доклад, перечисляя количество заболевших, количество вакцинированных, делая упор на необходимость вакцинации. Ну и очень довольно-таки стандартно, практически из оперативки в оперативку, дословно переходит, меняются только цифры заболевших. Причем надо понимать, что Забелин утверждает, что в Башкирии заболело ковидом менее 1% населения. То есть вот в этот раз он сообщил, что 39 561 человек заболели ковидом в республике Башкортостан за весь период этой пандемии. Меньше 1% населения. То есть, ну, во всем мире это средняя цифра 10, везде. От Индии до Швейцарии 10. У нас 1. Окей, ладно. 326 тысяч человек вакцинировал Забелин, значит, вот за это все время, это примерно 8,5% населения. И это вдвое ниже, чем в среднем по России, кстати говоря. Если оценивать усилия и эффективность действия господина Забелина, у нас по России в целом это все неблагополучно. Всего 15% вакцинировано. В Израиле почти 100, в развитых странах Европы 50 и больше процентов населения уже вакцинировано. Под 60% вакцинировано в США. У нас 15%. Так более того, а в Башкирии вообще 8,5%. Ну, окей. И тут Забелин делает абсолютно сенсационное заявление, которое я хочу, чтобы вы прослушали в оригинале. Все пациенты, которые у нас заболели, находятся сейчас в госпиталях. 95% это те лица, которые не прошли вакцинацию. Вы понимаете, о чем сказал Забелин? Забелин сказал, что 95% заболевших у него в статистике по Башкортостану не привиты от ковида. Окей, неудивительно бывает. Но математика нам говорит, что 5% заболевших у нас привиты от ковида, судя по словам господина Забелина. Он вообще понял, что он сказал? Он нам заявил, что 5% заболевших в Башкирии, по крайней мере тех, которых он зафиксировал как заболевших, это люди привитые. Так надо понимать. Я здесь ставлю знак вопроса. Так нужно понимать слова господина Забелина? Можно еще раз отмотать, еще раз послушать. Я лично три раза послушал внимательно вот эту фразу, которую сказал Максим Васильевич. Ни один чиновник в Российской Федерации не осмелился заявлять о статистике заболеваемости привитых людей. По сути, Максим Васильевич Забелин первый высокопоставленный чиновник в Российской Федерации, а мы первый регион Башкортостан, в котором заявлено о том, что 5% больных это люди уже привитые ковидом. В общем, конечно, ну вот это как минимум федеральная сенсация, вот то, что сказал Забелин. Я думаю, что многие издания, многие СМИ должны сейчас обратиться за комментариями к Максиму Васильевичу. Возможно, он там как-то объяснит это все и прочее, прочее. Потому что, ну правда, это нечто совершенно фантастическое, нечто совершенно запредельное, то, что он сказал. Комментируя уклад Забелин, заявил о том, что он поражается, что он не может, он и его там команда, естественно, вся вот эта вот, простите, шайка, не могут достучаться до людей, как он выразился, говоря о том, что люди не хотят вакцинироваться. О том, что он будет разыгрывать квартиру среди вакцинированных, там, значит, в Уфе и в Башкирии. Вот это на кон поставил, простите, это что за рулетка вообще? Это что за терминология? С кем, в какую игру играет Хабиров? А вот то, что ему и его команде не верят и не идут вакцинироваться, они, ну, если бы он что-нибудь продавал, ему тоже бы плохо покупали, кстати говоря. Здесь причина другая, Радий Фаридович, это не потому, что у нас тупое население, а потому, что оно вам не верит, лично вам, Радий Фаридович, оно не верит, и оно не верит вашей команде. Вот этому господину Забелину, который нам время от времени выдает вот такие сенсационные вещи и так далее, и так далее. Ну, как вам поверишь, если у вас вот такое творится на оперативках и вообще на всяких вот мероприятиях? Я уж не говорю про других, про помельче, те еще хлеще. Что-то надо с этим делать, вот что-то в этой консерватории уже протухло, не работает. Далее был традиционный доклад о ЖКХ, ДТП и ситуации в ЧАЭС. Госпожа Голованова, видимо, последний раз сделала доклад, теперь она передает эстафету Алана Викторовичу Морзаеву. Он нам будет рассказывать об успехах ЖКХ и о том, как он осваивает колоссальные гигантские бюджеты Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Но, собственно, госпожа Голованова сообщила нам о том, что у него прекрасно все в ведомстве. Всего лишь в трех районах трижды в Уфе отключалось водоснабжение. Все это очень быстро случилось. Ну, подумаешь, люди там 8 плюс часов посидели без воды, ничего страшного. Короче, это все норма. Вторым совыступающим по этому докладу был уже новоиспеченный министр транспорта и дорожно-коммунального хозяйства Булышев Александр Владимирович. Он сообщил о том, что смертность ДТП продолжает расти. За прошедшую неделю погибло 6 человек, и это на 3 в целом по году больше, чем за тот же период 2020 года. Доклад вот этого самого Булышева пока ничем не отличался от доклада господина Жулькова, был коротким и, в общем-то, малоинформативным. Далее оперативка вообще, конечно, пошла по нисходящей. Вот, ну, подобных сенсаций, как назначение Морзаева или заявление господина Забелина, уже не случилось. Третьим докладом шел доклад об итогах недели предпринимательства. Выступил наследник Риммы Бойцовой Фазылов Нияс Мансурович. Это вот очередной министр по делам предпринимателей. Мужчина, прямо скажем, интересной фразеологии. Я думаю, что мы много интересного еще услышим в его устах. В частности, он сказал, несмотря на трудности в экономике, малый и средний бизнес в республике Башкортостан принципиально восстанавливается. Конец цитаты. Принципиально – это как, простите? То есть он из принципа восстанавливается. Да, ему бы, в общем-то, нет смысла, нет резонов и нет возможностей, но принципы башкирского предпринимательства так крепки и надежны, что они, видимо, позволяют восстанавливаться. Далее Нияс Мансурович и вовсе сообщил фантастические вещи. Он сказал нам, что за пять месяцев 2021 года в Башкирии вовсе не снизилась предпринимательская активность, а был прирост 3615 единиц предпринимателей. Именно так исчисляет Нияс Мансурович людей. Он их называет единицами. Ну, спасибо, что не поголовьем. Ну, в общем, во что бы то ни стало, у нас идет рост и рост и рост. Скоро, наверное, каждый будет предпринимателем, потому что, помимо того, что 3615 новых предпринимателей пополнили ряды этой сферы, у Нияса Мансуровича у него еще и 24-процентный рост налоговых сборов с малых и средних предпринимателей. Ну, тут просто нужно звезду героя сразу же вручать, не отходя от кассы. Но, судя по всему, рановато еще. Хабиров подчеркнуто скучающе выслушал доклад господина Фазылова и спросил его очень примечательную вещь. Вы приступили к организованной работе с бизнес-шерифами? Спросил Хабиров. Фазылов дисциплинированно практически повторил слово в слово вопрос, сказал, да, мы приступили к организованной работе с бизнес-шерифами. Ну, помимо того, что все это выглядело абсолютно картонно, но я делаю вывод, например, что довольно долго, находясь на своей должности, госпожа Бойцова так и не смогла выстроить организованную работу с бизнес-шерифами. На сфере, в кулуарах и за кулисами говорят о абсолютной ненужности, бесполезности и дорогостоящем содержании вот этих самых бизнес-шерифов. Практически нигде нет каких-то конкретных реальных результатов их деятельности. А если они и декларируются, то это вечные какие-то, значит, рядом стояния, да, то есть откроется какой-нибудь кафе, прибегает бизнес-шериф, быстренько сделал селфи, и вот тут это, значит, залудил малый бизнес. Ну, в общем, печально все это слушать. Дальше было еще менее интересно. Не хочу тратить ваше время и свое. Ну, в общем, дальше они наперебой и очень невнятно друг друга хвалили за организацию ведомственного бизнеса по, значит, устройству молочных кухонь. Выбежал там министр торговли и, значит, оказание услуг и рассказал, как замечательно он вот это все устроил, как это все прекрасно работает, но только один вопрос, в чью пользу это все работает, кто там бенефицары всей этой молочной кухни, о которой вы печетесь вот ну просто до слез трогательно. Целый министр вот больше ничем не занимается, только у него молочная кухня на уме вообще. С ума сойти. Ну, еще выступил там товарищ из РЖД, который рассказал, что по Башкирии во все края полетели орла и ласточки, так называются пущенные у нас поезда из 4-5 вагонов, которые ходят на дальние расстояния и, значит, как-то очень здорово перевозят людей. Ну, окей, транспортная составляющая всегда была большим вопросом в республике и потому, наверное, ей стоит уделять внимание. И завершил эту оперативку господин Хажин, который рассказывал о результатах участия в Олимпиаде школьников в 2020-2020 году в Всероссийской Олимпиаде школьников. Ну, Хажин до слез порадовал дорогого Радия Фаридовича, сообщив о том, что 128 школьников из Башкирии приняли участие в финальных, значит, этапах этой Всероссийской Олимпиады школьников, что лучший результат у нас в Башкортостане по юридическим дисциплинам географии и ОБЖ, все еще хромает математика и физкультура, а двое выходцев из Башкортостана, двое школьников вошли в сборные Российской Федерации по физике и географии. Ну, что случилось в первый раз. Действительно, неплохой результат. Хабиров чуть не плакал, растрогался и стал говорить, что нужно тут же оплатить Хажину какие-то неоплаченные расходы в размере 10 миллионов рублей, но это, видимо, там, карманные расходы, то есть ухаживания не было этой строчки бюджета, но он смог, значит, эти расходы понести. Может быть, из личных средств, не удивлюсь. Ну, в общем, вот на такой мажорной ноте закончили оперативку. Хабиров действительно, правда, радовался. Его действительно очень радуют, ну, самые маленькие успехи, какие только есть, но лишь бы они были настоящие успехи, и он, правда, искренне этому радуется. Порадуемся и мы вместе с Хабиром за наших детей. Хоть что-то, значит, происходит позитивное в Башкортостане, а то меня вечно ругают, что я все ругаю. Тут я готов похвалить Хажина с одной небольшой оговоркой. Если все это правда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok